Сокращать нельзя финансировать. Где запятую ставить будем, спросили автовладельцы Уральской столицы у областных властей. Дыра в городском бюджете в 7 миллиардов рублей не позволит латать ямы на дорогах. И эту проблему так просто не объехать, доказали участники автопробега против экономии на самом нужном. Они проехались не только по аварийным улицам города, но и по губернатору. Кирилл Солодков увидел, зачем водители взялись за топоры. Именно на эту дорогу губернатор не дает нам денег, чтобы ее чинить в 2014 году. Достучаться до областных властей уральские автомобилисты решили от безысходности. Говорят, сам Евгений Куевышев замахнулся на водителей топором войны. Судя по принятому в первом чтении областному бюджету, в будущем году Екатеринбург не получит денег на ремонт и строительство дорог. Зарубить на носу, кто в этом виноват, теперь могут все горожане. По обочинам самых убитых магистралей активисты устанавливают памятные таблички. Будет выделено только 780 миллионов рублей на доделку предвыборных объектов по программе «Столица». На новые какие-то объекты денег уже нет. Весь город весной будет уже знать, что дороги у нас не ремонтируются, потому что Куевышев нам денег пожалел. После этого можно уже на самом деле собирать подписи за отставку. Почему власти показали им кукиш, водители недоумевают. Ведь в Дорожный фонд области горожане перечислили 5 миллиардов рублей. Больше всех в регионе. Однако областные чиновники решили, что в Екатеринбурге дороги и так хорошие. Бьют активисты и единственный аргумент Минфина, мол, даем же миллиард на Екат. Вот только это областная дорога, а не улицы города. Не собираются в будущем году восстанавливать и ни одну из 60 проблемных трасс. С горя шоферы решили ударить по губернатору автопробегом. Как говорят водители последний раз, эту дорогу ремонтировали еще во времена царя Гороха. Ямы здесь настолько древние, что в них даже щебенка виднеется. Если не ремонтировать полотно прямо сейчас, затем придется менять не только верхний слой, но и так называемую подушку. Причем для городского бюджета это сомнительное удовольствие обойдется в десятки раз дороже. 40 машин колесят по тем улицам, которые из-за урезания бюджета отремонтированы не будут. По словам активистов, они вовсе не приукрашивают масштабы бедствия. Если зимой ямы хотя бы присыпят снегом, то по весне проблема всплывет с новой силой вместе с асфальтом. Пока дороги еще не спрятались подо льдом, участники пробега спешат увековечить на них имя губернатора. Говорят, для него дыры в дорогах, как и дыры в бюджете. Печальная аллея славы. Улица разбита, потому что она уже давно требует ремонта. Опасно, что можно пробить колесо, вылететь на тротуар, разбить подвеску. Что это значит не на словах, а на деле, испытал Рифат Зайнудинов. Мужчина вынужден колесить по Свердловским дорогам уже 15 лет. Говорит, за это время едва снова не стал инвалидом. По мнению активиста, деньги, предназначенные на ремонт магистралей, региональные власти все-таки зарыли в землю. Вот только почва оказалась неплодородной. Связано еще и с нашей предвыборной компанией, которая у нас происходила. Наверное, деньги-то ушли все на предвыборную компанию, на господину Насилину. Впрочем, участники пробега надеются, что необходимые средства на ремонт и строительство дорог в Екатеринбурге выделят. Плакаты с призывами к региональным властям они пообещали не снимать со своих машин. Бюджет пока окончательно не принят. И депутатам предлагают хорошенько подумать, прежде чем ответить на вопрос. Сокращать нельзя, финансировать. Где поставим запятую. Кирилл Солодков и Владимир Середа. Новости 41-го канала.